Привет, дорогие друзья! Прежде чем мы говорим о питании, мы подписываемся куда? Правильно, мы подписываемся на телеграм-канал по ссылке в описании. И сейчас обсудим фруктоедение все-таки и обычное питание. Почему так трудно, почему так невыносимо пройти вот этот переходный период, который может длиться годами, который и длится на самом деле у людей годами, у многих уже десятилетиями. Да, это так. Так, потому что дело даже не в самом вкусе, дело, понятное дело, в социализации и в неком апофеозе твоего дня. Вот я вижу сейчас, как люди, допустим, они ходят, какие-то экскурсии, какие-то дела у них вроде бы, но апофеозом всего является то, что они сядут в ресторане и съедят там тарелку риса с какой-нибудь подливкой, и при этом они сильно освободят что? Своё сознание. Находиться в постоянной трезвости, при том, что мир такой многогранный и такой порой импульсивный, это невыносимо для некрепкого ума. Для такого ума, которому, во-первых, скоро умирать, во-вторых, он испытывает постоянные боли, у него очень много вопросов у этого ума, да? А почему так? А почему люди заболевают? А почему у меня там болят колени? Я же всё вроде делаю нормально. На эти вопросы нужно уметь ответить себе честно, а вообще лучше, чтобы их у тебя не было, да? Что за вопрос такой, почему болят колени? Почему у тебя болят колени? Алло, у тебя они не должны болеть? Не должны у тебя болеть колени. Ты делаешь что-то не то в своей жизни. И гораздо проще просто отравить свой ум немного так, чтобы больше об этом вопросе не думать. И тогда появляется жизненное такое спокойствие, тогда появляется умиротворение, появляется некий аналог такой сублимированной свободы. Аналог свободы. Всё хорошо. Особенно это чувствуется у любителей выпить алкоголь. В момент потребления и несколько часов после они испытывают настоящее блаженство, потому что не нужно думать. Потому что не нужно отвечать на вопросы, которые не отвечены. Я, может быть, немножко закрутил то, что и некоторые из вас могли не понять, то, что я имею в виду. Но это является ключевым моментом, потому что для таких людей без варёной еды, без алкоголя жизнь теряет всяческий смысл. Нет этого окончания. Как будто начинаешь заниматься сексом, но не заканчиваешь. Лучше вообще тогда не начинать, да, как некоторые говорят. Да, поэтому фруктоедение – это трудно. Лучше вообще не начинать, чем чуть-чуть туда окунаться и потом чувствовать себя каким-то несмелым, неправильным, недоделанным, что ли. Это неприятное ощущение. Самое приятное ощущение – вот вообще не знать о фруктоедении и есть всё подряд, и пить алкоголь, и пребывать вот в состоянии вот такой мир. Вот такой мир. Всё, живём в нём. Сейчас внуков вырастим, и можно уже спокойно копить себе на похороны. И люди живут счастливо в таком состоянии. Или ты полностью погружаешься в новую вселенную. С головой. Всё, остального мира больше не существует. Он раньше существовал, ты там уже пожил. Теперь окунись в новую вселенную, поживи там. Потому что 90% людей, которые как бы попробовали фруктоедение с постоянным просматриванием всего остального мира, они даже не поняли, что это такое. Они не ощутили всю прелесть бытия, когда ты полностью свободен и ответил на все вопросы касательно себя, касательно своего здоровья, касательно своего будущего. Я желаю вам осознанности, друзья мои. Ну а дальше вся информация по ссылке. Телеграм. Телеграм. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok